Какой путь вы предлагаете? Заключить контракт и включить станцию. Можно сегодня. Давайте закручим контракт. Мы только в рамках закона это сделаем. Казалось бы, цель у властей города и у руководства Алтайского завода агрегатов одна. Но вот как к ней прийти, стороны видят по-разному. До 2022 года заводу платили из казны по 6 миллионов рублей в год за результат. Низкий уровень грунтовых вод в микрорайоне Малой и Пруцкой. Вне зависимости от объема работ. Однако в новом контракте, как требует закон, прописали строгий учет. То есть оплату за кубометры воды. Повысив общую стоимость контракта до 12 миллионов в год. Мы же все отлично знаем, как формируется тариф. То есть мы можем платить по счетчику в ТСЖ, а можем платить, извините, по одной двенадцатой. Вот мы вам предлагали в данном случае самый простой метод. Одна двенадцатая. Исходя из 12 миллионов. То есть миллион в месяц. Но эта услуга, она именно должна столько стоить. Примерно. Вот сегодня плюс-минус. Ну а простой насосов стоит жителям целого микрорайона, подтопленных подвалов, размокших фундаментов. С советских времен вопрос решала та самая станция понижения уровня грунтовых вод, которую строили для этой части города и которая теперь в собственности завода. Если вы по кубатуре включаете насосы, предъявляетесь по кубатуре, выкачали вы эту кубатуру за месяц, вы за месяц получили эти 11 миллионов. Получается, контракт исполнен. А подтопление того жителей дальше, соответственно, это второй будет этап. Вот тут вас не ограничивают наоборот. Так власти города говорят, что за сухие подвалы готовы платить и больше 12 миллионов, но по счетчикам. Кстати, установить их за бюджетные деньги на частные сети нельзя по закону, на чем настаивает завод. Нет согласия и что должны считать. Напрямую кубометры воды или, что быстрее и проще, электроэнергию, которую тратят на работу насосы. Такая практика есть по мощности. Однако на этой встрече его найти не удалось. Дальше вопрос будут решать рабочие группы двух сторон, чтобы к четвертому в этом году аукциону все же найти общий язык. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком.